Правильно же? Надо выложить еще оставшийся мозг. Добрый день! Сегодня мы в гостях на кухне ресторана Простые Вечи Нью-Винтаж. Это шеф-повар простых вещей Алексей Айзен. Я попробовал здесь отличное блюдо под названием «Мне ризотто». Оно похоже на ризотто, но сделано из пасты, из особой пасты. Все привыкли к тому, что паста это спагетти, парфали, пазани, равиоли. А есть еще одна паста риса. Выглядит она вот так. Абсолютно как рис. Добавляем измельченный лук-порей, чесночное масло. Это просто чеснок, пробитый вместе с маслом. Добавляем саму пасту. Мы ее предварительно запекаем, чтобы у нее цвет получился. То есть вы держите ее сначала в духовке? Да, мы ее сначала прогварительно в духовке обжариваем в течение 2 минут 7-10. 180 градусов обычной рабочей температуры. Для чего эту пасту нужно сначала обжарить? Для того, чтобы она дает определенный ореховый вкус. И в большей степени для цвета. Сейчас мы добавили белое вино. Добавляем куриный бурьон. Тем временем, пока у нас все это заварится, я расскажу, что мы делали с костями. Кости трубчатые мы предварительно запекли. У нас есть вот такой вот соус на основе для меглаза и портвейна сладкого. Значит, одну косточку мы оставим для декора, а две косточки освободим от костного мозга и вложим в соус. Перед подачей разогреем эту часть нашего блюда. Продолжаем опарывать. Сверху добавляем крупную соль морскую. А чтобы съесть это ризотто, не ризотто, надо сначала еще и выложить еще оставшийся мозг в тарелку. Все это перемешать, чтобы вкус стал насыщенным. Это как будто ризотто, а на самом деле нет. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...